Меня зовут Майсюк Илья, я из города Гомеля, учусь в аграрно-экономическом колледже и сейчас я являюсь командиром студенческого отряда имени Героев Советского Союза Бориса Царикова. У нас собралось очень много молодых ребят, которых часто ассоциируют с будущим, но наши родители привыкли к тому, что все мерить пятилетками. И вот на ваш взгляд, какую Беларусь будущего вы представляете себе, скажем, лет через пять? Когда-то мы отказались от этого планирования, и я поддался на это, и мы прогнозируем. На пятилетку мы прогнозируем. А сейчас будем планировать, потому что план – это закон. Когда планировали, запланировали за два года и построили. И еще было социалистическое соревнование – даешь досрочно, и давали. И чтобы вы меня не критиковали, как ретроградок, как консерватор, я вам должен сказать, что Япония – суперрыночная страна, это одна из крупнейших экономик мира. У них в производстве несколько тысяч планов, начиная сверху и до производства. Там все планируется. А возьмите «Аэрбаз», там разные страны вообще. И, слушайте, надо вовремя, минута в минуту поставить комплектующие, чтобы собрать самолет. И как здесь без плана? До шурупов все планируют. Так вот, наше будущее, отвечая на твой вопрос, как раз будет зависеть во многом ближайшее будущее от этих планов. И я уже вот несколько раз, бывая на предприятиях, обращал внимание, что мы должны составить перечень, называется государственная программа, она у нас на каждый год есть, на пятилетку мы тоже ее составляем, где будут прописаны новые производства. Это будет перечень новых предприятий. Так как в этой пятилетке мы построили атомную станцию, мы построили парк высоких технологий, вторую очередь. Мы построили много, я не беру вот этих зданий, сооружений и прочее. Мы построили завод по целлюлозе, Светлогорский и так далее. БНБК в первую очередь построили, биотехнологическая компания. Мы значительно продвинулись в космическом развитии, стали космической державой. Это совершенно новое направление в оборонке Полонез. У нас ракетостроения не было вообще. Без этого нельзя было обойтись, и мы вот это сделали. Абсолютно на голом месте новые проекты. Я хочу, чтобы вы понимали, что реформы в Беларуси, о которых много сейчас говорят, предвыборную кампанию, будут не столько в создании нового. И совершенно не в том, чтобы разрушить и на этом месте потом что-то создавать. Знаете этот принцип до основания, а затем никто не знает, что будем делать. Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси. Поэтому каждое предприятие, а у нас их тысячи, вот таких продвинутых, где есть компетенции, где есть конструктора, которые сначала могут нарисовать, испытать и прочее, хотя бы по одному новому продукту произвели. Вот за пять лет тысячи предприятий по одному продукту за собственные в основном деньги плюс кредитами где-то поможем. Нам больше ничего не надо. Нам больше ничего не надо. Плюс, ну, несколько, как я говорю, высокотехнологичных производств мы должны создать для того, чтобы было видно, что страна движется вперед и выходит на более высокие уровни развития. Поэтому будем и пятилетки, Илья, планировать, как это раньше, и пятилетний план станет просто законом. Илья, планировать, как это раньше, и пятилетний план станет просто законом.